Портал детали. Главные новости Израиля и мира. Лежащие страны. Причем толчки продолжаются. Были мощные толчки, в результате которых были очень серьезные разрушения. Но самое интересное, что толчки продолжаются. Эти толчки слышны и отдаются в Израиле тоже. И у нас упорно говорят о том, что землетрясение, которое может поразить нашу страну, оно тоже не за горами. Такие землетрясения в наших краях случаются с завидным постоянством приблизительно один раз в сто лет. Так вот, сто лет с момента прошлого землетрясения уже прошло. А как готовятся израильские спасательные службы и насколько они готовы к возможным природным катаклизмам? Об этом мы беседуем с Григорием Тамаром, офицером израильской армии, военным историком, писателем, журналистом. Григорий, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. И сегодня мы на необычную тему. Обычно мы говорим про военные действия или про военную историю. А тут вот именно про готовность спасательных служб и про готовность медицинских служб. То, чем вы, собственно, занимались, служа в израильской армии. Итак, что происходит? Ну, действительно, одна из моих, ну, может быть, основная моя армейская специализация – это развертывание полевых госпиталей, быстрого реагирования различных медицинских пунктов, быстрого реагирования эвакуационных пунктов и подобных различных структур и систем. Это вот то, чем я занимался в израильской армии 20 лет, как офицер-резервист. Проходил на эту тему множество учений, тренингов и, в общем, ну, был достаточно погружен в эту тематику, пока не вышел недавно в отставке. Так вот, в Израиле на сегодняшний день существует несколько, я не буду называть точные цифры специально, потому что это достаточно такая информация. Деликатно. Внутренне. Да, деликатно. Есть несколько госпиталей, которые могут быть в течение суток развернуты в любой точке земного шара, кроме Антарктиды, ну и, естественно, территории Израиля. Теперь эти госпиталя сами по себе достаточно автономны по своей сути и, в принципе, они могут работать даже в условиях применения химического или биологического оружия. То есть они могут быть герметично, так сказать, закрыты и там нагнетается внутри в такой ситуации положительное давление так, чтобы внутрь не попадало ничего извне и так далее. Так вот, возможности таких госпитальных структур достаточно впечатляющие. Они могут проводить сложные операции под наркозом и там есть реабилитационные помещения и там есть палаты для госпитализации и так далее. Лаборатория, рентген-кабинет, УЗИ и, в общем, различные другие такие. Григорий, это вот нечто подобное было развернуто в свое время на границе между Польшей и Украиной, да? Нет, совершенно другое. Дело в том, что вот упомянутый именно госпиталь, он является военным. Это военное подразделение. А Израиль пропагандировал и пропагандирует идею своего военного невмешательства в конфликт между Россией и Украиной. Соответственно, военный госпиталь там применен быть не мог, а был создан гражданский, который, ну, какие-то вещи им удалось, так сказать, осуществить там достаточно успешно. Какие-то в меньшей степени, но он был по-другому совершенно выстроен там. Кстати, я вот хочу вам сказать, я наблюдал эту эволюцию качества этих госпиталей в Израиле. Я помню, как поначалу это были такие домики, как у нас в Израиле говорят, караваны, которые на железных платформах перевозились. А последний госпиталь – это такой надувной город из очень плотного брезента, который там буквально, ну, условно говоря, нажимаешь на кнопку, и вот он надувается, превращается там. Ну, я, может быть, немножечко утрирую, но в целом идея такая, да, то есть там. И при этом это очень плотный брезент, вот как на океанских надувных катерах, когда там… В ПСРМах, да, так называемых? Да. Ну, даже я не уверен, что пистолетный выстрел возьмет там. Ну, то есть там очень плотный брезент, ножом точно его разрезать невозможно. Вот, теперь, каким образом этот госпиталь в случае чего должен применяться? Вообще, идея была изначально, что он используется либо в случае очень таких интенсивных широкомасштабных военных действий, при этом он, естественно, размещается в тылу, либо он может быть использован в случае стихийных бедствий. Так вот, в случае военных действий он должен быть развернут на территории крупной больницы для того, чтобы увеличить ее мощность. А вот в случае стихийных бедствий он как раз-таки должен автономно функционировать полностью для того, чтобы дать возможность населению получать медицинскую помощь в случае, если госпитальные здания, которые, кстати, построены, как правило, в Израиле с очень высоким запасом прочности, обычно, да, то есть там есть большие подвальные помещения, которые на случай бомбардировок там выстроены и так далее. То есть больницы у нас строятся, ну, несколько лучше, чем... Чем дома. Да, чем наш, так сказать, средний стандарт строительный. Вот, и, собственно, в случае военных действий такие госпитальные единицы размещаются на территории больницы. Ну, кстати, извините, извините, я хотел пояснить, правильно ли я понимаю, что, в принципе, в Израиле все больницы – это военные госпиталя по совместительству? Ну, до известной степени, так вот как раз... То есть в момент чрезвычайных ситуаций, вот бывало там, не дай бог, большие террористические акты с большим количеством пострадавшим, эти больницы моментально переходят на такой полувоенный режим работы и принимают неограниченное количество раненых. Это верно, это верно, однако, тут я вот хочу немножечко пояснить. Учения, в которых я участвовал в 2014 году на Севере, широкомасштабные учения военно-медицинской службы, одна из тем, которые там поднимались, это вопросы управления. Было принято принципиальное решение, что в случае широкомасштабных военных действий, вот не таких, как мы сейчас с вами вот упомянули, да, не на уровне там операции или той стене свинец, или там защитная стена, а вот что-то, не дай бог, типа войны судного дня, вот не приведи господи, да, вот такого формата, то в таких обстоятельствах руководство больницами переходит военным медикам, именно военным медикам, и тогда они превращаются вот именно фактически в военные учреждения. Ну, вся структура как бы для этого создана. Да, так вот, давайте вернемся к чрезвычайным ситуациям. Так вот, насколько, на ваш взгляд, Израиль готов? То есть по разным прогнозам говорят, что если будет сильное землетрясение, вот мы беседовали с Сергеем Мауслендером два дня назад, он изучал этот вопрос как военный журналист, и он говорит, что вот у Израиля порядка 50 тысяч зданий и всяких строений, которые, так сказать, не вынесут никаких серьезных толчков, которые будут поражены. И он привел очень простой пример. Говорит, вот в этих 50 тысячах, допустим, если в каждом из этих домов будет хотя бы по одному пострадавшему, да, то есть вот 50 тысяч пострадавших мы получаем сразу. Понятно, что это условная цифра, понятно, что эти дома не развалятся все одновременно, но, так сказать, сама ситуация достаточно страшная. Нет, безусловно, мы можем оказаться на пороге суровых испытаний. Сколько бы у нас таких испытаний не было, если случится такая катастрофа, о которой вы сейчас упомянули, и я вам скажу больше. Каким бы мощным ни было государство, и сколько бы оно ни вкладывало денег, и средств, и усилий в подготовку таких, их всегда окажется мало, они всегда недостаточно, поэтому есть граница, до какой степени можно вкладывать, так сказать, предотвращение, а устранение последствий до того, как это произошло. Я здесь это говорю сейчас не для того, чтобы оправдать наши власти, не дай бог, да, это вообще не мой стиль поведения, оправдывать наши власти, а я говорю, что, в принципе, подготовиться к такому развитию событий достаточно сложно. Однако, ну, все же познается в сравнении, если мы там смотрим, допустим, на уровень подготовки подобных подразделений в среднеразвитых европейских странах, то мы видим, что у нас дело поставлено, конечно, намного лучше. Ну, давайте будем надеяться, что нам не доведется, так сказать, никогда удостовериться, насколько эффективны или неэффективны подобные случаи. Однако, тут необходимо ответить в следующий нюанс. В конечном итоге эффективность любого военного подразделения определяется результатами на поле боя. В данном случае военным медикам им проще, потому что им, в отличие от других военнослужащих, нужно не убивать врага, а спасать жизни других людей. Так вот, если наши военнослужащие других родов поиска, почти никаких, не участвовали в военных действиях за пределами территории нашего государства, по-моему, реформально мы об этом говорим, то что касается спасательных подразделений и медицинских подразделений, они еще как участвовали в действиях на территории других государств. И вот то знаменитое землетрясение в Турции, которое случилось там, по-моему, два десятка лет назад, еще в те времена, когда у нас отношения с Турцией были распрекрасны, еще до эпохи Эрдогана, когда это были ближайшие наши союзники в регионе, Израиль оказал Турции беспрецедентную помощь, и туда был послан вот тогда госпиталь впервые такого формата. Вот еще те примитивные домики, о которых я говорил, на которых я начинал скупу. Так вот, вернувшиеся потом оттуда ребята рассказывали мне о степени эффективности. Ну вот приехали туда госпитальные такие подразделения у самых разных стран. Ну, жуткий трупный запах. Все поставили госпиталя на холме, развернулись. Ну и к ним почти никто не пришел. Кто на холм полезет, ранен. Израильтяне спустились в лощину и поставили в лощину. И они, да, они использовали повязки от вот этого смрада, носили эти повязки, однако к ним шли толпы людей, толпы. Потому что они не побрезговали, так сказать, подойти ближе к народу. И потом они сказали мне, вот мои коллеги, они говорят, толку было только от двух госпиталей, по большому счету. От израильского и от египетского. Я говорю, да ладно, а как, неужели египтяне такие крутые медики? Нет, они не медики, это госпиталь был, но они не функционировали как госпиталь. Я говорю, а что же они делали? Они пекли лепешки. Они пекли питы. Они там стали печь питы, раздавать всем голодным людям. И это прекрасно. Если ты не умеешь лечить, но умеешь печь хлеб и накормить голодного человека хлебом, то делай это, делай то, что ты умеешь. Так, секундочку, они привезли госпиталь, но госпиталь не работал. Потому что они вывесили табличку, что это госпиталь. Но, по сути, они пекли лепешки там и накормили огромное количество людей. И были, кстати, в прекрасных отношениях с израильскими соседями. Они тоже те, кто не побоялись разбить госпиталь вот в этой низине, там, где был вот этот смрад, где было намного менее приятно находиться. Но вот они, так сказать, бок о бок там функционировали, в очень хороших рабочих отношениях. Но это я все знаю, и меня там лично не было, с рассказов моих израильских коллег и приятелей, которые там им довелось поучаствовать в этих спасательных действиях. А израильский госпиталь спас там, ну, за время своего функционирования, многие тысячи человеческих жизней, оказывая своевременную квалифицированную медицинскую помощь. Ну, в данный момент, я так понимаю, наш госпиталь там тоже разворачивается. То есть самолеты вылетели еще ночью. То есть насколько быстро они смогут их там поставить? Знаете, я, во-первых, в самом начале нашего разговора как-то отвлекся. Вы такие стали задавать интересные вопросы, что я ринулся на них отвечать, отвлекся. Я, пользуясь случаем, хочу выразить от себя лично глубокое искреннее соболезнование всем пострадавшим, независимо, на территории какой страны они находятся. В Турции, в Сирии, неважно, это несчастные люди. И дай бог им сил и стойкости пережить это суровое испытание. Что касается наших ребят, туда полетели спасательные команды. Кстати, между прочим, с точки зрения освобождения из-под завалов, в данном случае у израильтян тоже есть достаточно уникальный опыт. Ну, есть много стран, где это хорошо поставлено. В Израиле нашей такой вот сильной стороной является очень эффективное использование служебных собак для обнаружения людей в завалов. Так что вот тоже есть такой нюанс. Да, что касается спасательных служб, у Израиля счастье, а точнее, может быть, и, к сожалению, опыт слишком даже большой и точный. Григорий, спасибо. Спасибо большое. Мы тоже присоединяемся к соболезнованиям. Это страшная трагедия. Невозможно смотреть эти кадры. И главное, что вот эти районы очень удалены от центра. Я слышал сегодня беседу с профессором одним из Турции. Он говорит, что это все районы расположены примерно в 600-700 километрах от столицы. То есть это глубокая провинция. Туда невозможно зачастую добраться. То есть вертолетов на всех не хватает. Это страшная трагедия. Я вот хочу еще добавить, прошу прощения, если я перевел, я хочу добавить, что, может быть, вот эта ужасная трагедия, которую вы сейчас упомянули, подробно ее раскрыв более, может быть, она позволит нашим странам открыть новую страницу в отношениях, которые, к несчастью, в последнее время оставляют желать лучшего. Но я думаю, что интерес всех был бы в том, чтобы наши страны опять находились на таком уровне братского сотрудничества, которое было когда-то, это было еще на нашей с вами памяти. И мы помним, как было замечательно нам дружить намного лучше, чем... Но в последнее время отношения восстанавливаются, кстати. Обмен послами произошел и так далее. Но, кстати, Григорий, нельзя не упомянуть вот эту такую казусную ситуацию, которая произошла. То есть в Сирии же тоже страшные разрушения. И Сирия через, по дипломатическим каналам, через российских дипломатов, через российское посольство передала просьбу к Израилю оказать помощь. Ну, я так понимаю, что речь не шла о направлении туда спасательных отрядов. Это было бы, конечно, выглядело бы совершенно немыслимо, когда израильские военные на территории Сирии. Но, значит, очевидно, оборудование и прочее. И когда наш премьер-министр это озвучил на пресс-конференции, то Сирия, конечно, поторопилась скорее заявить, что ничего подобного не было, что это все вранье, никому они не обращались. То есть они, очевидно, не рассчитывали на, так сказать, придание гласности этой информации. Ну, в принципе, наши говорят, что они готовы, если что-то потребуется туда поставлять. Спасибо. Спасибо большое, Григорий Тамар, военный медик, офицер армии обороны Израиля, историк, военный историк, писатель и журналист. Спасибо за этот интересный рассказ. Ну, дай бог, чтобы этот опыт не потребовался. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания.